Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Главные новости. Сегодня солнце справедливости победило. Свет Айка, благословные очи. Сильный снегопад в Западной Армении закрыл многие дороги. На административной территории общины Иваням в Арцахе ведется строительство новых районов. В Степанакерте прошла конференция, посвященная 25-летию университета Григора Нарикаци. 21 декабря 1912 года Национальное собрание Армения постановило поднять армянский вопрос в Лондоне. Страна в стисках войны, Армения. Матенадаран святого очмиотина скоординировал и разработал всю базу данных печатных СМИ. В Армении археологи нашли могилы двух женщин-борцов. Испоком веков свет прославляли среди армян и встречали гимнами с его смыслом и загадочностью. Основанным на древних ритуальных традициях, песни восхода солнца до сих пор поются во время богослужений. Песни, посвященные рассвету, созданные нашими предками, это не поклонение солнцу, а прославление творческой сущности, света и блеска. Статья полностью доступна на нашем сайте. Как известно, на родине наших предков Западной Армении зима суровая. Из-за смены погоды низкий тепловой фон зарегистрирован на значительных территориях Западной Армении. Сильный снегопад в последние дни сделал условия жизни наиболее суровыми, в результате чего многие дороги стали непроходимы. В соответствующих органах ведутся активные работы по уборке снега, в связи с чем были открыты для движения ряд важных автомагистралей. Карс, Карень, Ерзенкар, Дахан и Муш особенно пострадали от сильного снегопада. Об этом корреспонденту Арцахпресс сообщила пресс-секретарь Министерства градостроительства Республики Арцах Марта Даниэлян. В настоящее время на одной из строительных площадок возводится 15 трехэтажных домов. Строительные работы находятся на разных этапах – от возведения фундамента до подготовки стен. Проект строительства района реализуется на средства Всеармянского фонда Айастан. 21 декабря в Степанакерцком университете прошла конференция, посвященная 25-летию университета Григора Нарикоцы. По словам ректора университета Вардана Акупиана, сегодня между действующими в Арцахе университетами идет здоровая конкуренция и борьба за то, чтобы удовлетворить потребности современных требований. По словам ректора, университет стремится идти в ногу со временем и где-то пытается его догнать. Он берет пример передовых университетов, но не похож на них, а имеет свой собственный подчерк. Комитет безопасности был создан в 1912 году, когда вновь открылся армянский вопрос. Членами комиссии были армянские представители интеллигенции Истамбула. В 1912 году, 21 декабря, в Константинопле Национальное собрание Армении решило поднять армянский вопрос на конференции послов, которая должна была состояться в Лондоне. Основная цель деятельности комиссии заключалась в разработке программы реформ, которая должна была открыто обсуждаться в ходе переговоров с представителями европейских держав. Публикуемые комиссии, материалы и информации были нацелены на представление ужасающих массовых убийств, имеющих место в Западной Армении, выявление потребностей армян и разработку мер по их удовлетворению. Работа комиссии и ее существование должны были быть максимально секретными. Комитет безопасности, избегая открытой деятельности, письмами информировал католикоса о реальном положении западных армян. Турецкая республика долгое время пыталась создать зону своего влияния, которая должна была дойти до Пакистана, включая страны в регионе – Грузии, Армении, Азербайджан. В то же время он ищет способы быть совместимым с региональной политикой США и Великобритании. Однако хрупкие отношения, сложившиеся с Россией, иногда мешают Турции. Статья полностью доступна на нашем сайте. Матенадарам Вачей и Тамар Манукян содержат сотни экземпляров прессы, издаваемых издательством Первопрестольного, а также епархиями и местными армянами в изгнании. Они согласованы, дополнены и обобщены. По данным информационной системы Превопрестольного святого Чмеатина, электронный справочник доступен на официальном сайте Чмеатинского Матенадарана. Археологи нашли останки древних женщин в Ширакской области. Оружие, закопанное рядом, многочисленные переломы, череповые ранения стрел указывают на то, что это были лучники. Группа археологов из Института археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армения изучила кладбище села Джирапи в Ширакской области, которое датируется поздним бронзовым и ранним железным веками. Ученые обнаружили гробницу со стенами и стуфа общей длиной около 4 метров. В гробнице были скелеты женщин 45 лет, девушки 16 лет и еще одного мужчины, возможно, мужчины. Найдено 6 глиняных сосудов, бусы, кинжалы и 4 лезвия бронзовых стрел. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!